Молоко рассчитываем производить высшего сорта, категории «экстра». В принципе, можно использовать на любые цели. Руководство комплекса «Блиновская» ознакомит губернатора с новым масштабным проектом, который помимо Алтайского края сейчас реализуется в Калужской и Тверской областях. Проектная мощность комплекса больше 6 тысяч голов. Объем производства молока более 35 тысяч тонн в год. Есть и другие плюсы. Мы здесь создаем 80 дополнительных рабочих мест к тем, что имеется текущая численность около 180 человек у нас. Дополнительно еще привлекать будем людей по мере роста поголовья и организации дополнительных процессов. Кстати, Алтайский край входит в десятку лучших субъектов в России по поголовью крупного рогатого скота, производства молока и говядины. В большей степени благодаря тому, что сельхозпроизводители серьезно вкладываются в модернизацию отрасли. Например, новый комплекс Вьянова оснащен самым современным импортным оборудованием. 98% всех процессов автоматизированы и производятся механическим способом. Всего на этой установке 72 коровы единоразовой дойкой производится. Работает 5 человек. На открытии комплекса губернатор поблагодарил сотрудников за большой объем работы и высказал уверенность, что комплекс ждет счастливая и долгая жизнь. И для этого власти планируют приложить все возможные усилия. С точки зрения устойчивости развития сельского хозяйства, конечно, отрасль или сфера животноводства, она дает, конечно, свою стабилизацию, надежность. Круглогодично востребованы рабочие места. И поэтому сегодня вопросом развития животноводческого комплекса, вообще животноводства как такового в системе развития сельского хозяйства власти уделяют определенное и очень приличное внимание. Губернатору также рассказали, что на предприятии не будет проблем с кормами. По словам руководства, на сегодняшний день уже заготовлено 28 тысяч тонн сенажа и 32 тысячи тонн силоса. В рамках строительства комплекса в 2022 году был введен в эксплуатацию современный элеватор с производительностью до 100 тонн в час и объемом хранения до 10 тысяч тонн. Татьяна Голубева, День Столком.